Жадовский монастырь С тех пор этот образ почитается главной святыней земли Синьбирской. В год лихолетий она якобы была утеряна. Однако оказалось, что ее все это время прятали, а 2 мая 1997 года икона была возвращена монастырю. С тех пор эта дата считается не только днем повторного обретения чудотворного образа, но и престольным праздником Жадовского монастыря. Тем более, что именно с того дня началось восстановление обителя. За три года руководства Синьбирской кафедрой митрополит Анастасий приезжает в Жадовскую обитель второй раз. В этом году престольный праздник у монастыря особенный. Для соборной молитвы здесь собрались все три архиерея Ульяновской области. Высокоприя священному Анастасию сослужили настоятелем монастыря епископ Барышский и Инзинский Филарет и епископ Меликевский и Чердоклинский Деодор. После того, как все три архипастыря, а вслед за ними и все священнослужители, приложились к чудотворной святыне, митрополит Анастасий обратился к собравшимся с проповедью, в которой поблагодарил обоих владык за совместную молитву. Матери Божией было угодно в свое время именно поставить свою стопу на эту землю и здесь, на этой земле, возродить святую обитель, в которой, будем верить, будут спасаться те, кто ищет жизни вечной, кто верит в Господа и Спасителя нашего. По завершении проповеди владыка Анастасия преподнес в дар монастырю книгу. Здесь вам такая вот книжечка большая. Спасибо. Чтобы братья любила те образа, которые оставили нам наши предшественники. После службы прихожане постарались приложиться к жадовской казанской иконе Божией Матери, которая позже отправилась в ежегодный крестный ход. За два с половиной месяца чудотворный образ посетит практически все населенные пункты Ульяновской области. Алексей Матюнин, репортер 73.